Всем привет, уважаемые зрители, а также хейтеры и самоубийцы. Про вас даже один недорэпер написал песню. Господь, я прошу, накажи всех. Меня зовут детектив Моррис, и сегодня мы разоблачаем нереально крутого парня, который имеет офигенную форму, который держит два рекорда Гиннеса, Максим Трухановец. Рост Максима 172 сантиметра, вес 72 килограмма, возраст 27 лет, а также стаж тренировок 14 лет. Честно говоря, я этого парня всегда считал натуралом, то есть для меня он как по форме, так и по силовым каким-то данным, он был для меня всегда каким-то натуральным атлетом. Естественно, до того промежутка времени, пока я не начал собирать о нем информацию, и в конце этого видео вы все-таки узнаете, натурал он или химик, по моему мнению. Сразу же говорю, что мое мнение может отличаться от других мнений, мое мнение может совершенно быть неточным, но я высказываю лично свои предположения и прошу их уважать. Во-первых, давайте начнем с формы Максима Трухановца. У него офигенная форма, идеальные пропорции, очень сухой, классные мышцы, огромные плечи, большие банки, спина крутая, но что меня зацепило, это то, что у него на животе многочисленные шишки. Такие шишки бывают либо от уколов инсулина, либо от гормона роста, то есть их колят вот именно в складки жировые. Такие же шишки вы можете увидеть у Шреддера, то есть совпадения? Нет, я не знаю. То есть у Максима сухая форма абсолютно, и у Шреддера сухая форма, и у них у обоих шишки на животе. Как так? Может у них сахарный диабет, что они инсулин колят? Поговорив с Максимом в инстаграме, я ему также сказал, почему у тебя шишки, и второй вопрос был, потом о нем расскажу. Насчет шишек он сказал, что типа он не химик, они все так говорят, у кого не спроси, у всех крутых атлетов они никто не химичат, но поэтому мы сейчас здесь разбираемся насчет этого. Максим сказал, что у него шишки, возможно, из-за того, что какие-то проблемы с капиллярами, либо с сосудами, какие-то, короче, блоки, непонятно. Единственное, что я могу сказать, что у него на протяжении вот всего инстаграма, в фотках, у него вот первую фотку вы возьмете, у него видны вот эти шишки спереди, там, с правого бока, вот вы видите на фотографии, и возьмем последние фотки, которые тоже показывают нам эти шишки, но только на последних фотках у него куча еще шишек появилась, и еще даже новые красные шишки, которые обведены вот сейчас красным вот фломастером. Давайте вообще расскажу, откуда появляются эти шишки у химиков и также не у химиков. Вообще в жировые прослойки на животе колется инсулин. Инсулин также применяется в качестве сопутствующего препарата при злоупотреблении анаболическими стероидами. Целью его применения является развитие анаболических эффектов, а также снижение инсулинорезистентности, вызванной применением анаболических стероидов и гормонов роста. Инсулин – это гормон, который обеспечивает проведение питательных веществ, глюкозы, аминокислот, жирных кислот внутрь клеток. Инсулиновый механизм не единственный в организме, но основной, поэтому применяют его с целью повышения возможностей мышечной ткани и абсорбации питательных, а также иных веществ, например, креатина. В отличие от гормона роста, инсулин свою функцию выполняет и без дополнительного приема анаболических стероидов. То есть вы можете видеть, что этот препарат применяется именно вот в складке, то есть его колят именно туда. И за счет этого вот у атлетов появляются вот такие вот шишки на животе, также могут быть, не знаю, на плечах, на ногах вот тут, на ляхах, могут быть в попе и так далее, на попе точнее. Вот. И вот такая схема происходит именно из-за употребления вот таких препаратов. Максим также сказал, что у него есть шишки на спине. Да, я посмотрел это вправду так, что у него на одно из видео, там я сделал вот скрин, вот тут вы видите, у него тоже шишки на спине есть. Я не знаю, откуда они вообще берутся, я не знаю, колят ли вообще вот эти препараты в спину, но зачем колоть в спину, если можно куда-то в доступные места их колоть. Вот. То есть на самом деле это ввело меня в замешательство, и я на самом деле не знаю, может реально у парня какие-то проблемы со здоровьем, и какие-то там блоки происходят в сосудах. Но я аж собирал информацию и также посмотрел информацию по всяким шишкам и так далее, которые происходят не от стероидов. Смотрите, что здесь написано. Шишки уплотнения под кожей могут развиваться на любом участке тела, лицо, руки и ноги, спине, животе и прочее. Иногда эти образования оказываются спрятанными в складках кожи на волосистой части головы или растут так медленно, что долгое время остаются незаметными и обнаруживаются, достигнув больших размеров. Так бессимптомно протекают обычно доброкачественные новообразования кожи и мягких тканей. Шишки уплотнения, вызывающие боли или дискомфорт, часто являются следствием инфекции. Они могут сопровождаться повышением общей или местной температуры, кожа над ними обычно краснеет, возникают сопутствующие расстройства, общие недомогания, головная боль, слабость и другое. При своевременном лечении такие образования обычно быстро проходят. То есть, что у нас получается? Шишки у Максима уже появились в 2014 году и до сих пор они не прошли. Странное дело. Я не знаю, есть ли у него там температура и какие-то симптомы от этих шишек, но вот что говорит статья. Но давайте на этом зацикливаться не будем и пропустим пока что этот факт. Следующий пункт у Максима два мировых рекорда. Он держатель двух мировых рекордов Гиннеса. 26 выходов силы, просто идеальных выходов. 26 штук на две руки, естественно. И подтягивания за одну минуту с весом 18 килограмм 30 раз. Я хочу сейчас, чтобы вы ответили на один вопрос. Прямо напишите в комментариях. Почему натуральные атлеты берут рекорды Гиннеса, а не химические? Хотя химические гораздо сильнее натуральных. Напишите в комментариях. Я ничего больше об этом не буду говорить. Вы просто как бы подумайте сами своими мозгами, поразмышляйте и досмотрите это видео до конца. Мы попробуем взять мировой рекорд. Следующий пункт. У Макса жира примерно 4% подкожного. То есть, блин, это очень-очень маленький процент. Это такой процент у атлетов, которые выступают на сцене, которые специально придерживаются какой-то жесткой диете. Там слюни даже выплевываются, что у них глаза скрипеть начинают. Вот до такой степени. У Максима такой процент жира. Я не уверен, что он прям очень жесткую диету держит. Хотя он сказал, да, что придерживается там больше диеты какой-то. Но я не думаю, что она прям дико жесткая у него. При этом у Максима рост 172 сантиметра и вес тоже 72. То есть, это, считай, идеальные пропорции, да, как, ну, по мыслям людей, это идеальные пропорции. 172-72. Но вы понимаете, что как бы у меня рост 180, я вешу 70, и я не такой сухой, как Максим. То есть, у него большая мышечная масса для его роста. И, то есть, он очень сухой. Блин, мне это вообще в голову не укладывается. Следующий пункт. Я посмотрел много фотографий у Максима, все точнее, где он на тренировке, где он не на тренировке. И заметил такой факт. Мышцы Максима напамплены даже тогда, когда он не занимается. То есть, играет в футбол, либо сидит дома. У него огромные напампленные мышцы. То есть, такие у меня только бывают, когда я жестко потренируюсь. То есть, у него огромные плечи напампленные, как у химика. Опять же, я ни на что тут не намекаю. Может быть, он пампится перед фотками. Я не видел ни у одного нормального человека, который не химичит в зале, ни у кого не видел такие огромные плечи. То есть, у него реально как шары, такие налитые кровью. Я не понимаю, как это может быть. С моими-то плечами такое, блин, просто вообще невообразимо. В этом смысле я ему завидую. Ну и в итоге, естественно, можно придраться к двум факторам, которые прям вот очень глобально заставляют верить, что он химозный. Первое, это то, что он обладатель двух рекордов Гиннеса. Почему до сих пор эти рекорды химики какие-то не побили, которые гораздо сильнее натуралов. И второй факт, почему у него столько шишек на животе. Откуда они берутся? Я не услышал от него никакого вот впечатляющего ответа. Максон, если ты реально не химичишь, то тебе стоит сходить к врачу, потому что такие шишки написано, что они опасны. Это могут быть либо какие-то там грыжи, либо какие-то блоки там, либо какие-то там опухоли. Короче, сходи к врачу, братан, если ты не химозный. Ну и в итоге вот эти два фактора подталкивают на то, что он химичит. Даже несмотря на то, что он 14 лет занимается, я 11 лет занимаюсь, я не достиг того результата. Даже близко, скорее всего, не достиг того результата, которого достиг он. Но давайте сейчас пойдем на турнички и брусья и попробуем сделать с 18 килограммами хотя бы 25 повторений. То есть у Максима 30, я попробую сделать 25. Если я сделаю хотя бы 23-25, то я 100% могу сказать, что рекорд Максима можно побить с его весом. Потому что, смотрите, в стритлифтинге количество повторений зависит от веса. Чем больше атлет, чем массивнее он, чем больше у него мышц, а у Максима мышцы одни, то есть жира нет. То есть они функциональные. То есть мышцы у него тянут весь вес, который дополнительный. А у меня вес меньше, и поэтому я должен примерно сделать 25, и это будет равняться как его 30. То есть если я сделаю 23 либо 25, то спокойно его рекорд можно побить. То есть я имею в виду, если бы у меня вес был 80 килограмм, а не 70, то я бы, скорее всего, сделал больше, чем Максим при своем весе. Поэтому полетели, посмотрим. У меня есть блинчики от разборной гантели. Один блинчик весит 1 килограмм, вот этот. Другой блинчик 2 килограмма, вот этот. Еще у нас есть колесо там на турничке. Оно весит 15 килограмм. Мы его взвешивали, сейчас вы видите видео. То есть я беру вот это все, получается 18 килограмм, и иду подтягиваться. Ну вот смотрите, ребят, вот тут у нас колесо 15 килограмм весит. Мы взвешивали вот это 3 килограмма у меня, но еще цепь, еще кроссовки весят. Короче, тут не 18 килограмм, а 19, ну пофиг, короче. Раз, два, три. Поехали. 10 секунд прошло. 20 секунд. 30 секунд. 40 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Итак, друзья, какой можно сделать вывод? Я сделал 23 идеально чистых повторения, которые делаются на соревнованиях. На полную руки разгибал, на полную до подбородка делал. У меня получилось всего лишь 23. Я не представляю, сколько надо еще тренироваться в натураху, еще, наверное, лет 10, чтобы сделать тридцатку за минуту. Это песец как сложно. Хотя я уже долгое время, наверное, года два просто регулярно бомблю только одни подтягивания. И у меня такие повторения. То есть в натурах я не знаю, как этого достичь. Просто не знаю, вообще не представляю. Хотя у меня огромные базуки, блин, они тащат песец. Но, короче, ребят, решайте. Я думаю, на 80% у меня в голове такое созревает, что он химик на 80%. На 20% возможно, что натурал, либо он был химиком, стал натуралом. Не знаю, откуда у него эти шишки, вообще непонятно. У обычного человека, блин, вы у меня хоть одну шишку увидите? Я даже могу натянуть, просто ни одной нигде шишки нет. То есть что за фигня? Откуда эти шишки? И у Шреддера, у всех сухих, дико сухих, суперкрутых атлетов у них шишки на прессе. Ни у кого нет, а у них есть. Что это за бред? Совпадения нет? Поэтому я думаю все-таки, что химик. Спасибо, ребят, за внимание. Пишите, кого хотите расследовать в следующем выпуске. Увидимся в следующем выпуске, естественно. Пока!